История с царской семьей 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 А что делали во время Второй мировой Кирилловича? Точнее, великий князь Владимир Кириллович? Они письменно поддержали генерала Мандергейма, чтобы он воевал против Советского Союза. И потом письменно сделали обращение в русской миграции, для того, чтобы мы встали бы и сли бы освобождать Россию от большевистской власти. Вот опубликованные документы. Обратите внимание на дату. 26 июня 1941 года. От главы Российского императорского дома. В этот грозный час, когда Германии и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народы России, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению богоборческой большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного иго-большевизма. Владимир. 26 июня 1941 года. А это другой документ. Обращение Владимира к маршалу Финляндии Маннергейму. Господин маршал, я как первый из русских патриотов считаю необходимым выразить вам нашу глубокую признательность и симпатию по поводу героической борьбы, которую вы ведете во главе финской армии в содружестве с армией Германии против большевистской власти за освобождение нашей Родины и всего мира от гнета коммунизма. Да поможет вам Бог побыстрее достичь этой цели. 4 сентября 1941 года. Об этих опубликованных документах великая княгиня Мария Владимировна как будто не знает. Ее отец был предназначен стать марионеткой в оккупированной Германии Советского Союза, через которого Хитлер управлял страной. Иметь человека, который был, дочь, человека, который был в немецкой форме, письменно и устно призывал русскую диаспору включиться в немецкую армию, воевать против своего отечества. Слово государственный переворот не громкое, а вполне соответствующее. Газета «Президент» об этом мероприятии уже пишет 2,5 года и в тесном контакте с российскими спецслужбами. После наших публикаций уже много чиновников и генералов лишило своих мест. Многих уволили в запас, многих перевели на другие работы. То есть сегодняшняя существующая власть борется с заковерщиками своими методами. Не обостряю ситуацию до такой степени, чтобы она раскалилась до красного. Но тем не менее, ситуация действительно красная. Уровень опасности сегодня красный. Потому что Россия поставлена заговороческой кликой на урань очередного государственного переворота. А ваше мнение в сегодняшнее время нужна Россия или нет? Потому что есть течения, которые пытаются установить на нас. Я считаю, что это уже умерший институт. Монархия ее так убеждет. Никакой не подчеркнулся в России. А представляет ли эта тенденция, некоторую опасность для государственного строя? Потому что это же все-таки раскол, если будут монархисты сильно влиять на... А я могу вам сказать, что монархистов не так много. Так что я совершенно не опасаюсь сотрудничать, потому что я с политическими организациями сегодня на открытии будет глава российского операторского оборудования. И они великая книга импроводительна. Ну, надеюсь, расскажет несколько слов. Я не говорю. Зачем? Что преследуют заговорщики? Они преследуют вот какую цель. Во-первых, сначала взять российский престол. Всеми правдами и неправдами царица или ее дети, или ее какие-нибудь другие родственники должны оказаться на российском престоле. После этого последует ряд указов многоиспеченного царя, точнее даже императора, которыми он разделит Россию на куски. Как в свое время это сделал Ельцин, дал так называемую свободу всем республикам. В результате Советский Союз из мощной державы превратился в чуть менее мощную Россию и совокупность других каких-то государств, которые между собой начали уже стравливать и уже переходят к определенным горячим действиям. Так вот, после того, как самозванцы окажутся на российском престоле, они разделят Россию и продадут ее по своим родственникам, по кускам. Родня у них большая, царей на каждый кусок хватит. И весь мир в результате они хотят сделать из маленьких кусочков, где каждый так называемый Романов, Винстер, Гогенцоллер или еще кто-то из их кланов Рода, он будет занимать как кушонок свое небольшое вниз дом, где коренные народы он будет своей задницей выпихивать, а демонстрировать свою немецкую, или сионскую точнее, власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова